И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ей луна, и на главе ее венец из 12 звезд. У меня, как мне кажется, нет никакого сомнения, что здесь говорится о народе Израиля. 12 звезд, как 12 глав. В свое время Иаков видел сны и видел, как 12 звезд солнца и луна поклоняются ему. Но здесь прообраз жены с 12 звездами. Это как призвание народа Израиля. И есть люди, которые мало воспринимают Израиль. Они говорят, что Израиль закончил свое большое существование 2000 лет тому назад. Но это глупости. Здесь объяснение, что сила этой женщины и влияние ее, оно будет навсегда и в будущем тоже. И народ Израиля, это тот, кто противостоит Вавилону и Балагану этого мира. И одно из наших личных призваний, и здесь я верю очень сильно в это, что каждый может найти свое место в этой женщине для того, чтобы влиять на весь мир. Когда будет эта война праведников с Вавилоном. Одно из призваний народа Израиля это родить Мяшиеха. И согласно Святым Писаниям есть такое понимание, что Мяшиех может прийти в двух случаях. Что когда народ в самом своем лучшем положении все праведные не грешат и приходит Мяшиех, они принимают его как своего царя. И тогда все происходит отлично, легко и как по маслу. А второй случай это когда Мяшиех приходит и народ совсем не готов. И тогда он проходит испытания, страдания. И здесь мы видим, что она кричала, и ей было очень больно. Это общая боль, когда часть из людей его принимают, часть игнорируют, часть очень против него. Все это приносит и общую глобальную боль.